МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том, что современный мир не стоит на месте, развивается экономика, развиваются транснациональные экономики, рынок, развиваются правовые системы. В прошлом году в рамках программы пяти институциональных реформ главой государства была поставлена задача по проведению активных реформ в сфере госуправления, в сфере судебно-правоохранительной системы, а также в сфере социально-экономической области. И вот одним из актуальных моментов, актуальной задачей, которая была поставлена перед нами, эта задача заключается в имплементации, то есть внедрении в Казахстан передовых стандартов судебного разбирательства, передовых стандартов отправления правосудия, и в том числе, в частности, развития инвестиционного судопроизводства. Задача заключается в чем? Дело в том, что казахстанская экономика, она и в политическом, и в международном плане, Казахстан уже известен за пределами континента. Сейчас, в данный момент, ставится вопрос по улучшению инвестиционного климата, для того, чтобы казахстанская экономика развивалась не в сырьевом направлении, не исключительно в сырьевом, а происходило разностороннее развитие экономики. И в первую очередь, это вопрос, конечно, инвестиционной привлекательности. Вместе с тем, из года в год у нас проходят успешно правовые реформы. На сегодняшний день результатом этих реформ являются в целом очень положительные оценки международных экспертов, в частности, в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Казахстанская судебная система входит в 70-ку наиболее продвинутых, в частности, в части независимости судов. Это хороший показатель. Это неплохой показатель. Только лишь за один год мы улучшили показатели на 14 позиций. В данном же рейтинге по эффективности правовой защиты мы входим примерно в 50-ку стран, обгоняя даже некоторые страны Восточной Европы и европейского сообщества. Тем не менее, Международный совет, институт, который был предложен в рамках плана нации 100 конкретных шагов, он как раз таки создан для того, чтобы оказывать дальнейшую помощь, содействие в изучении зарубежного опыта, обсуждении существующей ситуации в различных отраслях права, по различным категориям споров, и в даче рекомендаций по дальнейшему совершенствованию правосудия. Международный совет может заниматься в том числе изучением судебной практики по необходимым категориям дел в целях выявления путей дальнейшего совершенствования, давать рекомендации по дальнейшим правовым реформам в области судопроизводства. И в том числе есть возможность привлечения экспертов Международного совета для дачи заключений при рассмотрении конкретных инвестиционных споров. В целом понятно. Сейчас для того, чтобы разъяснить все-таки функции Международного совета, расскажите, пожалуйста, вот если говорить об инвестиционной привлекательности, ну и в первую очередь, конечно, инвестиционное грамотное рассмотрение всех этих вопросов, кто сегодня состоит, ну все-таки это Международный совет при Верховном суде, это должны быть юристы, судьи, да, как я понимаю. Но в любом случае, если говорится дело об инвестициях, то это как бы уже и экономика. То здесь как быть. И второй вопрос, пожалуй, есть наверняка какое-то положение относительно того, если это, скажем, английский или американский инвестор, или, скажем, европейский, да, то по каким законам Великобритании, Британии или Америки, или же по-нашему будет рассматриваться, скажем, те или иные инвестиционные вопросы. Ну, во-первых, в состав Международного совета вошли ведущие отечественные ученые, практики. В составе совета представлено порядка пяти ученых, известных казахстанских. Это не обязательно юристы, да? Нет, это юристы с очень большим стажем, очень авторитетные юристы. Кроме того, в составе Международного совета при Верховном суде также состоят судьи Верховного суда. В составе совета его возглавляет председатель Верховного суда. Но и также, в соответствии с концепцией Международного совета, в совет были приглашены иностранные специалисты. В частности, четыре представителя. Это судья Федеративной республики Германия. Значит, два представителя ведущих международных юридических компаний из США и Южной Кореи. И, кроме того, в составе нашего совета международного также участвует представитель судов Дубайского международного финансового центра. Ну, вот это вот уже ближе, да? Конечно. А вот относительно второго вопроса, да? Ну, относительно второго вопроса, это, конечно, вопрос применения международного частного права. И, в принципе, юристы и те, кто вот в этой сфере специализируются, они поймут меня. Применимое право, оно определяется, в принципе, и соглашением сторон. То есть, уже по конкретному отдельно взятому спору стороны могут определить и договорную подсудность, могут определить применимое право. Но, кроме того, в действующем законодательстве, в частности, в Гражданском кодексе, в особенной части, у нас есть также коллизионные нормы. И нормы, которые определяют применимое законодательство при отсутствии соглашения сторон. То есть, этот вопрос регулируется законодательством действующим, и стороны могут в договоре определить применимое право по собственному рассмотрению. Хорошо. Вот сегодня Совет состоит, ну, вот как вы сказали, из специалистов, в том числе и из иностранных специалистов. Скажите, пожалуйста, вот конкретно их работа, их опыт, как могут они повлиять на нашу казахстанскую судебность в целом? Конечно, подбор членов Совета, особенно иностранных специалистов, он осуществлялся не случайно. В этот Совет вошли зарекомендовавшие себя, очень хорошо зарекомендовавшие себя юристы. Ряд из них сотрудничают с Казахстаном уже на протяжении многих лет, более 10 лет. В целом, вот я озвучил список стран, представители которых вошли в Совет, сегодня прошло первое заседание, это первые шаги Международного Совета. В этом Совете участвуют иностранные специалисты, значит, мои коллеги, которым не безразлична судьба Казахстана. Это наши партнеры, это люди, профессионалы высокого уровня, которые знают потребности Казахстана, которые знают состояние реформ, юридических, правовых, судебных. И в целом экономическое состояние. Да, конечно. То есть, выбор специалистов был не случайным. Значит, в Совет вошли люди, которые известны для казахстанской правовой системы, и люди, которые зарекомендовали себя хорошо на международном уровне, за рубежом. Вы как раз сказали, что вы как раз таки и были. Вы, насколько я понимаю, сюда приехали как раз таки с заседания, да, с первого? С заседания Международного Совета. Какие конкретные были? Там уже выработаны предложения или же, может быть, реалии? Или же сегодня было нечто ознакомительное? Сегодня было первое заседание, но я хотел бы вернуться к вашему второму вопросу. Каким образом деятельность Совета может улучшить, повлиять на ход судебно-правовых реформ? Дело в том, что за рубежом на международной арене, и об этом правильно подчеркивает глава государства, накоплен колоссальный опыт, колоссальный положительный опыт. Страны Западной Европы, Северной Америки, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона на протяжении столетий накапливали опыт и знания как в части судопроизводства, как в части рассмотрения коммерческих споров и всех отраслей права. Поэтому для нас, для Казахстана, как страны с динамично развивающейся экономикой, с динамично осуществляемой реформой в области государственного управления, в области социального устройства и судебной системы, для нас этот опыт является очень необходимым и полезным. Вот как раз-таки Совет в своей деятельности будет способствовать развитию различных направлений судебно-правовой реформы. Я уже говорил, что члены Совета могут давать рекомендации по отдельным правовым вопросам, рекомендации по внедрению стандартов опыта современного, международного, причем лучших практик зарубежных, могут участвовать в изучении судебной практики Казахстана, которая складывается, и давать свое видение с учетом опыта, накопленного в тех же странах, как Германия, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, где очень динамично развивается Дубайский международный финансовый центр. Вот эти знания, эти умения, они будут, конечно же, внедряться у нас в Казахстане, учитываться и окажут положительное влияние. И знаете ли, еще и такой вопрос может быть, мы еще вернемся к первому дню заседания Международного совета, где вы участвовали, откуда вы только приехали. Вообще ни для кого не секрет, что сейчас Казахстан всеми силами, мы все пытаемся улучшить свой инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность в целом. Вот данный совет международный, который был построен, каким образом он может улучшить инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность? Или же не стоит такой задачи? Нет, но вообще задача по улучшению инвестиционного климата стоит в целом не только перед правительством, но и перед Верховным судом. И не случайно на основе плана нации 100 конкретных шагов у нас была проведена обширная реформа по судопроизводству. Мы перешли к трехзвенной системе, она полностью соответствует европейским стандартам. В рамках изменения законодательства у нас была создана новая судебная коллегия при Верховном суде. Это специализированная судебная коллегия, к подсудности которой относится рассмотрение инвестиционных споров. Суд города Астана, как суд второго звена, в порядке исключения, в порядке оказания помощи, дополнительной стимула для инвесторов, согласно законодательству будет также рассматривать инвестиционные споры, несмотря на то, что это апелляционный суд, этот суд будет рассматривать споры в порядке суда первой инстанции. То есть, вообще международными экспертами отмечается, что инвестиционный климат, он зависит, конечно, в первую очередь от фискальной политики, от административной политики эффективности работы, но, тем не менее, крупные инвесторы, перед тем, как инвестировать в ту или иную страну, Они изучают гарантии, правовые гарантии. То есть, насколько эффективно обеспечивается защита капиталовложений, частного капитала, частной собственности. И вот через развитие инвестиционного правосудия, через внедрение стандартов современных, изучение их, через дальнейшее продвижение судебных реформ, мы сможем оказывать, безусловно, содействие в улучшении инвестиционного климата нашей страны. Будем надеяться. Давайте вернемся к вопросу о том, что было сегодня принято или что было решено сегодня. Как раз таки мы говорим с вами сейчас об инвестиционном климате Казахстана, об улучшении ежегодной позиции Казахстана в международных рейтингах. На сегодняшнем первом заседании обсуждалось два вопроса. Первый вопрос. Вопрос о подсудности инвестиционных споров. И второй вопрос сразу перейдем, потому что, к сожалению, у нас времени не так уж и много. Второй вопрос обсуждался сегодня. Он касался реформирования изменений кодекса судейской этики. На сегодняшний день мы имеем действующий кодекс судейской этики, но в соответствии с планом реформ была предусмотрена дальнейшая модернизация кодекса судейской этики, для того, чтобы привести его в соответствии с международными стандартами. Мадьяр Тулегенов, к сожалению, время нашей программы уже истекло. Я надеюсь на то, что мы с вами еще сможем здесь встретиться на этой площадке, на программе Интурия, на телеканале 24 Казахстана. И уже на конкретном взятом каком-то деле уже рассказать об эффективности деятельности Международного Совета. Конечно. Большое вам спасибо и я надеюсь на будущие встречи. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы был судья Верховного Суда Республики Мадьяр Балкен. Верховного Суда Республики Мадьяр Балкен